Приближается 2021 год, но мы никогда не забудем этот 20-й, высокосный. Он прошел, конечно, под знаком прежде всего 75-летия победы над фашистской Германией в Отечественной войне и, конечно, ковидом. Наш фотоклуб «Надежда» существует уже более 35 лет и всегда стремимся отражать жизнь больше, чем кто-либо. Художники все-таки, они больше увлечены природой, искусством, а мы еще и отражаем эпоху, время. И, конечно, мы могли бы сделать отдельную выставку, посвященную 75-й годовщине. У нас достаточно работ и отдельно посвященную коронавирусу. Но так как это отчетная выставка, мы ограничены были в возможностях этого стенда, даже не все участники нашего фотоклуба смогли принять участие, выставить свои работы. Вот мы видим здесь относящиеся к военной тематике хорошие работы Катюши, Рома Шевченко сделал, Александр Цюх, он сам военнослужащий, у него это любимая тема. И хочу отметить работу Александра Камбарова, он вообще, так сказать, на острие событий. Он отразил вот это панно, которое на улице Некрасова, посвященное нашим докторам. Уйдет время, панно сотрется от времени, выгорит, а фотография сохранится. В отчетной выставке, она не тематическая, мы не старались ограничить в тематике. И потом мы подведем итоги, наградим кого-то за портрет, кого-то за жанр, кого-то за юмор. Потому что, например, есть явный кандидат на юморную фотографию, это вот Вероника Песковая, где она сняла, она любит вообще животных, сняла лебедя, который кричит за буйки, не заплывая. Это вызывает улыбку. Улыбку вызывает и снимок Вадима Панкова «Я выше папы». Эта фотография всегда приятна. Есть наши мастера, любят не только наш город, но они работают в жанре рекламной фотографии, работают водохудожниками, снимают свадьбы или выполняют какие-то задания. Но они подходят всегда очень творчески. Их работы, даже если они сделаны в рекламных целях, они очень душевные, такие теплые и очень талантливые. Это работают рукара Александра, это Амазонка, и Татьяна Тимчук, вот это «Луну с неба» достают. И тоже вот изъемной рядышком мы видим Андрея Вьюна, это Снегурочка. Мы поставили эту, выбрали эту работу, так оно отражает предстоящий Новый год. Есть совсем юные работы, вот портрет совсем юной девушки нашей, участницы фотоклуба. Творческое объединение «Ремесло» отражено в работе члена этого творческого объединения, Марина Тужевская. Вот эти котята смешные. Мне приятно, что люди отражают жизнь и у каждого свой взгляд. Вот, как, например, здесь, это зарисовочка такая о художниках, которые у нас всегда бытует на Дувановской. Или вот был фестиваль «Солнечный остров». Тоже остроумная работа Евгении Волковой. Ну, нельзя не отметить и Евгения Верчагина. Он вообще у нас большой путешественник, водит туристов по горам. И вот ему поэтому подвластны такие невычайные красивые виды. Я думаю, что всем, никто не пройдет мимо, мимо его воздухоплавателей, которые летают над Коктебелем. В заключение, так сказать, надеемся, что эта выставка будет показана в библиотеках. И люди могут прийти и полюбоваться. Мы будем ее менять, потому что работы у нас много. Не все даже члены клуба смогли попасть на эту выставку, так сказать, не пройдя через отбор. Но у всех есть хорошее. Поздравляем всех епатарейцев, всех членов нашего клуба. Центр досуга замечательный с Рождеством и с предстоящей встречей Нового года. Надеемся, что этот Новый год будет не таким, как ушедший, который потрепал нам нервы. Продолжение следует...